В уходящем году марка Kia сотворила нечто новое. На смену модели Carnival пришел не просто минивэн, а Grand Utility Vehicle, то есть большой утилитарный автомобиль. Сами корейцы также именуют новинку кроссвэном. И действительно, в новом формате этот Kia стал больше похож на кроссовер. К такому восприятию подталкивают четко выделенный капот, мощные колесные арки, колеса огромного размера и некрашенные накладки по периметру кузова. В списке стран, где появится новинка, неожиданно оказалась даже Россия, откуда модель сбежала 10 лет назад. И хотя выход новинки растянулся на несколько месяцев, от своих планов корейцы решили не отказываться. Полноценный дебют назначен на начало будущего года. А сейчас, по завершению сертификации, московский офис уточнил, что кроссвэн предложит бензиновые и дизельные моторы, с которыми будут дружить передний привод и 8-диапазонный автомат. Синтетическая марка Cherry Exit обрадовалась российским продажам. Единственную модель TXL за месяц купила больше сотни россиян. Притом половина людей пересела на китайца с поддержанного европейского премиума. Успех окрылил российский офис Cherry. И в нашу страну теперь решено привезти флагманский кроссовер VX. Это 5-метровая 7-местная махина, которая, однако, вынуждена обходиться 200-сильным турбомоторчиком 1.6. Этот же агрегат полагается младшему паркетнику LX. Притом последний является ближайшим родственником Cherry Tiggo 7. У этих машин даже общая структура кузова. Хотя моторы, экстерьер и салоны разные. Поддавшись эйфории, боссы Cherry пообещали привезти обе модели разом. Правда, случится это не скоро. Только во второй половине 2021 года. И, вполне возможно, к этому времени энтузиазм поиссякнет. Как известно, Ниву, которая вновь стала «Ладой», а до этого называлась «Шевроле», скоро ждет большое обновление. Фотошпионы сорвали автовазу многоэтапную премьеру. Однако теплилась надежда, что автогигант припас козырь – модернизированную начинку. Но, похоже, в рукаве пусто. Судя по сертификату, который внедорожник только что получил, силовой агрегат останется прежним. А единственная загадка – почему вдруг документы оформлены на 4-х и 5-ти местную версии машины?